Только мы приехали, представляете, с плавания с акулами. Короче говоря, это было просто потрясающе. О мой бог, у меня такое вообще впервые в жизни, чтобы я плавал с ними близко. Понятно, в прошлый раз плавали очень близко, и там много акул, скатов. Но в этот раз, вы не представляете, огромные акулы. У меня не знаю, как так вышло, вообще как бы их трогать, вообще даже подплывать надо осторожно на расстоянии. А у меня вышло так, что я очень близко оказался рукой. Я думал, она махнет в одну сторону, акула эта, она махнула в другую, я в такой другой полностью за хвост. Получается, это было что-то один раз, потом второй раз они плывут, и получается они плывут, они никогда не плывут, просто как одна редко плавает, их плавает сразу, как несколько, и с ними всегда плывут скаты сверху над ними. И вторая такая пачка у нее, знаете, и опять, и опять, и опять. Опа, они как будто сами так делают, я не знаю. Потому что потом, когда катер получается уплывает, да, мы уплываем уже на катере с того места, где вот все эти акулы и все, то они, они плывут за нами. И как вот Виточка говорит, так интересно, что, наверное, скорее всего, мы думаем, что мы приплываем, чтобы посмотреть на акул. А акулы думают, что мы приплываем посмотреть на этих туристов. Короче говоря, это было интересно. Да, посмотрите, какая красота. И это все сотворил Бог для каждого из нас. И чтобы эта земля вообще, это наш временный дом. И чтобы мы здесь могли размышлять. Когда ты находишься даже в каком-то городе, когда ты находишься где-то, где совсем другая обстановка, то понятно, что здесь одна обстановка. На Бали, там вообще, там попадаешь в обстановку, в которой, там, я извиняюсь, там люди, острова, на которых люди не жили еще два дня назад, понимаете? Ну, только буквально сейчас они там появились, и только что-то начинается, там никакой цивилизации, все дикое, и такая красота, и все. Но я знаю, что всю жизнь, где бы я ни был, я всегда выходил и смотрел на небо. И я очень люблю смотреть на море, или на речку, или на озеро, на что-нибудь. Потому что то, что сотворил Бог, оно прекрасно. Я разговариваю с вами и смотрю на эти облака, посмотрите, какая красота, господи, это же просто, это просто потрясающе. Если смотришь, эти облака, эти пальмы, этот белый песок, эта лазурная вода, этот остров, мы на него плавали, потом с него плавали сами, ну, представьте, все. Просто взяли, поперлись на следующий остров. И, казалось, мы не доплывем до него. Доплыли. Упражнение было хорошее. Спали потом хорошо, крепко. Вот, ну, где бы я ни был, я всегда ночью выхожу. И я, особенно на Бали, я люблю каждый день это делать. Вечером, тоже ночь, и я выхожу и смотрю на небо. Звездное небо. До того, как потемнеет, мы всегда с Викторией идем, и у нас есть на Бали место. Получается, мы идем за деревню, за село. И там уже нет никаких построек, там уже ничего нет. И там такой океан, знаете, волны такие, два метра, три метра такие огромные, знаете, идут. И там же эти приливы, отливы. Но мы все время туда идем, остановимся. И это, знаете, ну, это какой-то потрясающий, потрясающий момент. Мы беремся за руки, начинаем просто поклоняться Богу, хвалить Его, благодарить Его, молиться Ему. Мы всегда с Библией. Мы молимся по Писанию. Мы берем Писание прямо и молимся. Останавливаемся в каждом стихе. И у нас были такие чудеса. Когда, если рассказывать, друзья, это не передайте никакими словами. Когда просто мы наступали на дьявола, и у нас на глазах, мы просто начинали идти, как будто Дух Божий нас брал, и мы начинали идти, и от нас отступала вода вот так вот. По секунду, просто вот так вот на метров 15. Она отступала, и мы стояли, и она не касалась наших ног. И мы просто от дьявола проклинали и занялись жизнью людей. Конкретно говорили, что дьявол конец, что Бог нас просто готовит к тому, чтобы сделать что-то особенное на этой земле, чтобы эта сила проникла в каждую страну. И что дальше? Мы отходим назад, друзья. Вода за нами идет. Прямо за нами, прямо вот эти камни начинаются, знаете, которые уже удерживают, чтобы вода не зашла. Там же очень большие волны, я же говорю, там нет никаких препятствий. И мы уже на камнях стоим, и опять начинаем молиться, и второй раз начинаем мучить, и вода второй раз отходит. Знаете, как Иисус говорил, истина, истина. И второй раз на метров 10, как зашли и стояли, молились, и потом опять пошли назад. Представьте, опять вода за нами вышла. Это было 28 декабря прошлого года. Мы, знаете, мы таких чудес, ну, как бы, знаете, с природой, конечно, мы не видели никогда. Но мы увидели реальность того, что Бог, ангелы Божьи, они управляют вообще. Управляют природой, они управляют какими-то вещами, и они показывают тебе, когда ты жаждешь слушания Богу, когда ты не эгоцентричен, когда ты жаждешь целей Божьих, когда твоя жизнь... А вот, знаете, вот наша жизнь, она вообще, вот, смысл меняется. Он не все время один. Он меняется в зависимости от того, что переживает человек. И бывает, ты думаешь, что ты посвящен на максимум, что в тебе, ну, как бы ты весь отдан Богу. Но какие-то переживания, они как, ощущают тебя, как золото в огне. И ты не то чтобы, а вроде бы ты был максимум, и ты максимум и остался посвященный. Но отпадают другие какие-то интересы, которые вообще просто сопутствовали. Знаете, как прилипал его, образно говоря. И уже на нашем духе много этих прилипал, на нашей душе, давай скажем правильно. Много разных прилипал. Мы вроде служим Богу, однако где-то в какие-то моменты мы выбираем то, что нам выгодно, а мы ищем где-то своего, не замечая этого. Знаешь, это где-то даже неосознанно. Но огонь, он пожирает это все. Испытания, они бывают просто необходимы для того, чтобы ты сам прозрел, чтобы ты сам стал чистым, чтобы ты сам увидел, и чтобы ты сам удостоверился, что нет в тебе ничего, кроме того, а один смысл – это Бог. Если его убрать, твое сердце станет. Вот и все. Пусть Бог вас благословит, дорогие. Пусть Бог вас благословит, поддержит вас и поможет вам.